Уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Для начала мне хочется поплакаться перед вами и рассказать, как тяжела наша жизнь лучевых диагностов. Действительно, очень много заболеваний, которые выглядят опухолевоподобно, приводят к каким-то неправильным заключениям. И по большому счету в этих заключениях мы несем ответственность за состояние здоровья и иногда и за жизнь пациентов. Вот пример. Приведу несколько клинических примеров. Пациентка, которая предоставила нам исследование на пересмотр, выполненный в другом учреждении, у которой мы видим изменения в легких, на которые не особо обращали внимания рентгенологи. Видим изменения у самой у нее первичной опухоли молочной железы. Видим увеличенные внутригрудные лимфатические узлы, которые трактовались рентгенологами как метастатические лимфатические узлы. Она получила, ну, никакой динамики их практически не было, она получила много курсов химиотерапии, которые в итоге привели к токсической миокардиодистрофии. Реально это гистологически оказался саркаидоз. Другой пример. Иногда мы не можем первично сказать, откуда исходит опухоль. Здесь у нас все мысли были о том, что мы видим первичную опухоль кости правой плечевой, а все изменения, которые мы видим другие, это, например, опухолевые узлы в мягких тканях грудной клетки, это наддефрагмальные лимфатические узлы, это изменения в легких. Это все вторичные изменения. Но гистология рассудила не так и сказала, что на самом деле речь идет именно о аденокарциноме легкого, а все остальное является ее метастазами. Другой пример. Видим изменения в левом легком, которые очень похожи на племонию, выглядят реально как альвелярная инфильтрация и совсем не похожи на опухолевый процесс. Да, но в итоге гистологически оказывается, что это аденокарцинома легкого. Еще пример. Девочка молодая предоставила диски исследований, выполненных с большим интервалом времени. Да, мы видим, что есть некие образования в легких, которые увеличиваются со временем. Никаких сомнений у нас нет в том, что это, наверное, метастазы. И гистология, опять же, показывает о том, что все эти изменения имеют доброкачественный, а не злокачественный характер. Еще пример, да, это опухоль слюной железы, которая также выглядит скорее похоже на... Все изменения в легких выглядят скорее похожи на инфильтративные, на воспалительные изменения. Да, гистология говорит о том, что все это метастазы. И только со временем на фоне лечения мы видим уже картину, которая, ну, нам кажется более похожа на метастазическую. То есть образование с неровными, довольно четкими контурами. То есть обычно так у нас выглядят метастазы. Еще пример, рак предстоятельной железы, множественные очаги, очень похожи на метастатические очаги. Оказывается, по-другому, что все это воспалительные, доброкачественные изменения. Такие изменения, опухолеподобные, мы видим, к сожалению, не только в легких, но и видим в других органах. Например, лимфомы. У пациента появилось гиперваскулярное образование на фоне лечения. Конечно, оно не похоже было на рецидивирование лимфомы, но так мог выглядеть, например, гиперваскулярный метастаз, какой-то опухоль другой локализации. Гистология показала, что это пелиоз, то есть что это сосудистые изменения в печени, не имеющие никакого отношения к опухолевому процессу. Другой пример – маленький мальчик с множественными образованиями печени и селезенки выглядели очень подозрительно на метастазы. Ободок периферического накопления. Гистология говорит о том, что все это воспалительные изменения. Другой пример – трансплантация почки. Те изменения, которые мы видели, да, они были похожи тоже на метастатические. Большая опухоль в печени и не единичное образование в легких. Гистология тут ничего нам особо не дала, да, она показала гепатит, но дала динамика. То есть мы заподозрили о том, что это лимфоидоподобное заболевание, связанное с трансплантацией почки, да, и здесь мы увидели хорошую динамику на фоне отмены, отмены и уменьшения дозы, точнее, иммуносепрессантов. Да, все эти образования уменьшились или исчезли. Что хочется сказать, да, о том, что мы выяснили о том, что лучевые диагносты могут врать, да, и говорить неправду. Вот, но мы ждем то, что патоморфологи будут всегда говорить правду, да, но, к сожалению, мы наблюдаем, что это тоже не всегда происходит таким образом, да. У пациента явно мы видели рост образования в печени, у нее была первичная опухоль уже другой локализации, гистология выполнялась два раза. Два раза интервенционные хирурги били себя в грудь и говорили, что да, мы получили столбик стрепан-биопсии белой ткани, которая явно не печень, да, но гистология показывала какие-то изменения по типу гепатита. Да, другой пример. Пациент с множественными, ну, с множественными образованиями в легких и в печени, и в неорганных образованиях в брюшной полости сделал гистологию в четырех разных медицинских учреждениях. Это была НМИЦ Петрова, НМИЦ Блохина, 62-я онкологическая больница, и кульминации это госпитали, военный госпиталь имени Бурденко. Получил четыре разные гистологии. Это опухоли, злокачественные опухоли, из-заходящихся из периферических, оболочек периферических нервов, это меланома, это саркома и джист. Вот. К чему я это все говорю? Ни в коем случае не для того, чтобы оскорбить наших гистологов. Они просто боги и профессионалы. Но я хочу сказать, что Анна Сергеевна сказала правильно, да, гистология это математика. Лучевая диагностика это не математика, это сочинение на свободную тему. А гистология это математика, но даже в этой математике порой уравнение решается неверно. Наконец, перейдем к нашей теме иммунотерапии. К сожалению, иммунотерапия, она проблемы не уменьшает, а только их добавляет. Потому что почему-то и опухолевый процесс, и организм человека на иммунотерапию вообще реагирует порой парадоксально. Да, порой он дает прогрессирование, которое или само собой на фоне продолжения приема иммунотерапии уходит, или оно превращается в гиперпрогрессирование, выстреливая метастазами в совершенно другие органы, то, чего не было раньше, до того, как иммунотерапия применялась. Порой организм на фоне иммунотерапии дает какие-то странные воспалительные и опухолеподобные реакции еще больше, чем на фоне стандартной химиотерапии. Да, вот пример того, что использование других каких-то, я до этого показывал картинки КТ, использование других методов лучевой диагностики, оно порой не помогает решить вопрос. Мы здесь думаем явно о том, что есть какое-то опухолевое образование, что есть все-таки продолженный рост опухоли, но гистология говорит о том, что все-таки это скорее полный регресс, патоморфоз. Другой пример, ПЭТ-КТ. То же самое, у нас есть неувеличенный паховый лимфатический узел, который дает яркое накопление 18-стор-дизоксиглюкозы. У нас никаких сомнений нет в том, что это, наверное, все-таки метастатические изменения в этом лимфатическом узле. Но гистология говорит о том, что все-таки это все воспалительные изменения, а не опухолевые изменения. Подобные изменения можно увидеть и при компьютерной томографии. К счастью, у нас появился айрицист, который нам позволяет не делать все-таки каких-то резких выводов, а позволяет нам все-таки те изменения, которые мы видим при лучевой диагностике, просеять через сито времени и посмотреть, как эти изменения ведут себя в дальнейшем. То есть если мы видим прогрессирование тем или иным методом лучевой диагностики, выявляемое, мы через какое-то время назначаем, ну, как правило, это более короткое время, онкологи назначают какое-то повторное исследование, на котором мы видим или все-таки, что прогрессирование продолжается, или что в данной ситуации мы видим, наоборот, уменьшение тех изменений, которые видели на этом промежуточном исследовании. Вот пример, да, явно, после иммунотерапии, явно видимое прогрессирование, появились новые очаги в легких, появились изменения диффузные в легких, по типу карциноматоза легких, да, но на фоне дальнейшего приема иммунотерапии, может быть, с какой-то коррекцией, да, мы видим, что все-таки все эти изменения со временем уменьшаются. То же самое происходит и с печенью. Сначала образование увеличилось, потом в дальнейшем оно уменьшается. Но при этом, обратите внимание, совершенно разнонаправленная динамика по лимфатическим узлам. Они остаются практически тех же размеров, как и были в ходе вот такого динамического наблюдения. Вот, то есть нам обязательно надо обращать моменты на вот эту вот разнонаправленную динамику. Как правило, она должна для нас являться некой точкой того, что нам надо с сомнением отнестись к тем результатам, которые мы получили при лучевой диагностике. Еще пример. Видим очаг в легком, который явно увеличился. При дальнейшем наблюдении он уменьшается. Другой пример. Да, остается очаг в печени совершенно без динамики, но увеличился паховый лимфатический узел, в нем какой-то кистозный компонент появился. Возможно, что это некроз, патоморфоз на фоне лечения. Разнонаправленная динамика. Еще пример. Образование в печени, они остаются практически без динамики, да, но появилось образование, точнее, есть рост образования в селезенке. При дальнейшем наблюдении мы видим о том, что уменьшается и то, и другое. Хочется сказать о том, что сейчас для оценки эффективности иммунотерапии довольно много появилось статей о эффективности ПТКТ. что оно может нам дать дополнительные данные, не только те данные, которые дает КТ или МРТ, когда мы можем оценить вид очага и оценить накопление контраста в нем. Но у нас еще и появляется некий метаболический вариант оценки, который нам тоже может оказаться полезен и дать что-то среди всех этих непонятных изменений, дать картину, которая более близка к правде. Заключение, вместо выводов, хочется сказать, что да, мы живем, в общем-то, среди того, ну, мы живем в мире, да, где мы на веру принимаем очень многие вещи. Да, мы верим в то, что круассан, который мы купили в пекарне, он для нас полезен и не вреден, что в новостях говорится правда, что самолет, в который мы сели, он взлетит и полетит, да. Понятно, что мы не можем, ну, по-другому себя вести. Нет такого человека, который может разбираться в самолетостроении, в технологии пищевых продуктов, в журналистике, да. Нет такого химиотерапевта, онколога, который может разбираться профессионально и в лабораторной, и в лучевой, и в морфологической диагностике. Но мы должны всегда, ну, скажем так, все просеивать через некое сомнение. Да, если мы видим, что что-то у нас не совпадает, не коррелирует в клинике и в лучевой диагностике, есть какая-то разноправленная динамика. Мы, наверное, ну, должны усомниться и позвонить знакомому лучевому диагностику и сказать, перепроверь, пересмотри, вот, убедись в том, что действительно то, что видишь, это правда. Вот, ну, и еще в заключении хочется сказать о том, что, да, у нас есть некие стандарты оказания помощи, да, ну, например, ПДКТ не входит в эти ситуации, не входит в эти стандарты, но это не значит, что этот метод, который не может дать нам какую-то дополнительно полезную информацию, и если у нас уже это исследование сделано, наверное, лучше нам все-таки эти данные учесть и на них обратить внимание.